Добрый день, Александр Юбилинко, горы Шахты, Ростовская область. В первую очередь хочу поприветствовать и выразить благодарность нашему уважаемому МСМ за то, что пришли. У меня два вопроса. Первый касается непосредственно Кубка Стейдри, наши уважаемые прославленные легенды отечественного хоккея. Не раз становились его обладателем. И вот такой вопрос. Известно, что каждый обладатель Кубка Стейдри получает его на один день. Кто-то сходит с ним на рыбалку, как известно, кто-то еще. Вот как вы распоряжались Кубком, когда он попадал в ваши руки? Второй вопрос. Наверное, все-таки больше к Вячеславу Александровичу. Матч Россия-США. Вот этот злополучный гол, который был, не было. Собственно говоря, причин обсуждать его, я думаю, что нет, как у большинства коллег. Потому что незащита он был по правилам. Но вчера в новостных сводках назвали это решение судей политической. Вот ваше отношение к этой истории. Спасибо большое. Коллеги, я приток попрошу чуть быстрее формулирую свои вопросы, если можно, не так много вопросов. Если можно, я начну. Вопрос в адресе вам ко мне совсем. Во-первых, для нас большая честь быть сегодня здесь, на месте всех игр в Сочи. В зале, который организован для тех, кто не сумел аккредитоваться. Такой колоссальный интерес, что я думаю, что РИА Новости сделал правильное решение и создал вам условия, чтобы могли в свои регионы, в общем, отправлять информацию. Насчет политических решений всех, которые в хоккее происходят, но зависит от вас, насколько правильно все это раскручивают. Есть правила, которые существуют, которые для всех одинаковые. Если ворота были сдвинуты по правилам Международной Федерации хоккея, гол не может быть защитным, то смысл об этом говорить никакого. Мы могли бы из этого политику сделать, если бы наши ворота были забиты гол, а не были сдвинуты, а здесь считали бы гол, то, наверное, это может быть в общем неправильным решением. Поэтому я думаю, что я вчера много говорил, не надо тратить нервы на то, что уже изменить нельзя. Мы все, с сожалению, вспоминаем 2002-й, где такая же плохая ситуация была, но вернуть, к сожалению, ничего невозможно. Надо беречь нервы для следующих игр. То, что касается моего, так скажем, отношения с Кубком Стэлем, мы, как вы помните, с Игорем Варьевым выиграли первый кубок в Детройте. Это был 1997-й год, и после того, как прокатились по кругу перед всем миром с этим уважаемым призом, я подъехал к Гэри Бэтмену, и сказал, Гэри, я хочу привезти кубок в Москву. Он на меня смотрит и говорит, нет. Я на него смотрю и говорю, да. Он говорит, у вас там мафия, у вас там какие-то там проблемы. Я говорю, нет, я хочу, чтобы кубок был в Москве, и имею на это полное право. Таким образом, в общем, кубок Стэнли оказался в 1997-м году, в августе месяце в Москве. Мы все собрались, к сожалению, не было у нас троем, по сути дела. Не было у Володи Константинов, помните, трава я страшная, которая произошла. Но был Игорь, был я и был Слава Козлов. Мы съездили в воскресенье, в общем, имели удовольствие колоссальное. Поэтому мои такие, еще три раза. У меня три кубка за четыре года, конечно. От этого устать нельзя, но, в общем, мы слишком плохо. Поэтому, Игорь, твои впечатления. Спасибо. Я тоже с вами хочу поддержать славу, буквально в том, что мы сегодня собрались здесь для того, чтобы, как скажем, поприветствовать ребят и приезд кубок Стэнли в Россию. И мои впечатления о том, в первом году, когда мы выиграли кубок Стэнли, именно после того, когда была страшная авария в Петрозе, и он оказался в России впервые, благодаря Славе. И то, что мы провели четыре дня в Москве, в Воскресенской, это, конечно, забывание впечатления. Потому что первый раз в истории, который оказался за пределами Северной Америки, и показать этот трофей, который является, являлся и является, наверное, самым престижным в мире хоккея профессионального. Мы хотим увидеть этот трофей в Воскресенске или в Москве, показать мальчишкам, которые мечтали и мечтают играть в лучшие лиги мира. Безусловно, сегодня у нас есть и КХЛ, и другие лиги, которые в Европе, тоже престижные. Поэтому Камьяк был тоже очень большим событием оказаться именно в этой компании великих людей. Мы хотим иметь возможность поговорить в Москве по разным точкам, скажем так, и в Красной площади, и в Вориспорт Воскресенске, и в Генецких клубах. Было очень приятно, скажем так, находиться в России именно с этим трофеем, который, в принципе, мы завоевали как русская пятерка. И часть того, что мы сделали для Тетройка, это была часть того, что мы сделали для России. Потому что на самом деле мы получили большое признание от того, что наш хоккей по-прежнему имеет большой авторитет, большой престиж. И являясь частью команды «Рэдвикс», мы показали всему миру, что, допустим, не безразлично, а именно такой большой, как титул, как чемпионат Крэссены. И показав то, что мы можем играть на любом уровне. То есть не только чемпионатами, но и киски игры, но и играть очень серьезно, хотя и быть частью этой команды, которая стала чемпионатом. Я хотел сказать огромное спасибо, что вы нас пригласили сюда. Очень приятно видеть здесь знакомых лицами, знакомиться с новыми людьми. Ну, по-своему, мы выиграли пораньше Кубок Стэн. И все это происходило в Америке, где мы жили, и приехали. Друзья, близкие, родные, мы, в принципе, один день провели. И возили Кубок на стадион, где я там занимался, тренировался перед сезоном. Показывали детям то же самое. Ну, поэтому, в принципе, я вам парню, все подошли. Мне, наверное, уже добавить вообще нечего. Все уже все сказали. Тоже в Семену Кругу празднули Кубок Стэн. Я из этой группы людей выиграл самый последний. Существует такое поверье, что если ты не выиграл Кубок Стэн, то будешь к нему не прикасаться. Горослава с Игорем его привозили в Москву. Мы были в числе приглашенных на это празднование. Хотелось до него дотронуться, я его не стал трогать. И, конечно, потом, через сколько, через пять лет, я его поднял головой. Сейчас могу официально до него дотрагиваться, потому что уже есть коллекция. Здравствуйте, Дмитрий Макинский. Для новостей вопрос нашему гостю Филу. Фил, вы сами стали уже легендой с этим кубком. Непривычно увидеть без вас. Скажите, пожалуйста, вспомните самое экзотическое место, где он побывал, где вам вместе с ним приходилось бы. И второй вопрос, скажем так, если бы вы были игроком NHL и выиграли этот кубок, как бы вы с ним спешили? Спасибо. Ну, первое, спасибо за приглашение. На behalf of the Hockey Hall of Fame and the National Hockey League, мы были рады быть в сообществе с Олимпиксами. И, конечно, быть здесь сегодня с Stanley Cup и все эти легенды. Я думаю, что в 1997, когда я впервые встретил Игорь Ильич Слава in the dressing room after the game, and Слава came up to me and he said, «You come to Moscow?» And he's way bigger than me. I said, «Sure, I go wherever you went». So we came to Moscow, and the people were great. Every time we have been back to Russia since, it's been a wonderful experience. I think since that time we have been to 18 different countries, and every culture we go to in the world is very unique within their own country. But today in hockey, it's played in 75 countries around the world. And to be able to bring it home to one of these players' house and be part of it, it is a unique experience. So to have just one best place, I don't think you can do that. Every country is unique, and we're honored to be at each country. If I won the Stanley Cup, well, first I have to make it to the NHL, and that never happened, unfortunately. So I'm very lucky to hang out with the Stanley Cup and hang with these guys, but I would probably do the same and take it home to my mom and dad, to my friends, and celebrate, because the game is more about just the teammates. It's everybody on the ice, off the ice, your friends, your hometown, just like these guys did. Thank you. That's your question. It's your question. Thank you. Дмитрий Людейков, агентство спортивных новостей Кеменская арена Вопрос Игоря Ларионову Игорь, Ван Хэлл вас называли профессор Ну, наверное, по стилю Из нынешних российских Ван Хэлловцев больше на вас Похож Павел Датюк Какие у вас общие черты есть? Как вы считаете? Какая разница между вами? Какие игроки? Спасибо Впервые я видел Пашу в ЦК В 2001 году, когда он приехал в Детройт И ко мне подошел В начале нашего сбора Я не подпределил такой Подошел, ко мне Здравствуйте А ты кто? Я говорю, Паша нас чудо-зианочка Я приехал попробовать в Детройт Попасть в команду Ну, молодец Это очень хорошая идея И я сказал, мистер Голман Чтобы я к вам подошел И чтобы я нашел с вами в номер Потому что у нас на сборе Молодежь живет по два человека А у Теранцева живет по одному Пашу, у меня большой свободный В те ключи Размещайся Я говорю, я в 4 утра приду После чашки кокетом И там печер приятного С ребятами Короче, Паша, когда вышел на лют Первый раз в этом лагере Стало понятно, что это игрок Большой бурк То есть человек, который Выслик неординарно То есть у него Холосальное творчество Как говорится В каждом его элементе игры То есть в каждом Игровом моменте И когда начался сезон Буквально первые Там несколько матчей Поначалу взял время Чтобы адаптироваться Потому что это Немножко другая лига Откуда он приехал Но тем не менее То, что он показывал Было сразу понятно Что это игрок Большой бурк И в то время Буквально где-то Наверное Перед Рождеством Чуть, наверное, раньше Приехал Слава Как раз Приехал в Детройк И получил гордость Натачили Тренером сборной Ламики Стивера Солтлейк Он как раз Формировал команду И объезжал Всех игроков То есть смотрел Кто будет в наличии Для того, чтобы играть В Солтлейке Хотя у него уже не было Правила применять ничего Потому что уже были названы Там, по-моему, 10 человек 12 человек уже было названо До него То есть до его возможности Определить состав И один из гордоров Который У него был вопрос В каждую секунду Потому что он его не знал Он был в Детройте И я, как сказал Прекомендовал Смотри на него Потому что пацан интересный И я думаю, что он затеряется В этом коллективе И таким образом Получилось так, что Паша Участвовал В полтлейке В первой олимпиаде А сегодня Мы знаем, что Дарсюк Это человек, который Определяет Игру с Детройта Игру с сборной И, безусловно Это, конечно Супер талантливый игрок Который Каждый матч Каждый игрок В матресле Делает все Возможное От того, чтобы команда Была чемпионом Поэтому Качество Эти игровые Я не могу сказать Я знаю, что Он Очень быстро Это, наверное, Сегодня самый главный Покей Потому что Как ты видишь игру Как ты читаешь игру Как ты играешь на партнерах Как ты делаешь игру Как ты делаешь игру Вокруг тебя Хорошими игроками Это самое лучшее Определение того Как игрокам Как ты играешь на партнерах Как ты играешь на партнерах Ты играешь на партнерах Ты играешь на партнерах Ты играешь на партнерах Когда ты играешь на путь Когда ты игр даешь игру Это Гор Mighty Games Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 They get the same, same situation here in, in the search. Not because of the holidays, it's probably it's important stuff. But the hockey in my country is the sport number one. And people are hockey, hockey players, more than anybody. And Russians are the most more than any country in the world for last ten years. Мы построили 300 новых скейтинговых негативных в районе города. Например, в Советском Союзе, в Омни Волос-Стойке, 3-0. Мы построили новую лигу, мы построили динамичную лигу, которая никогда не существовала в нашем стране. Мы построили на хайп-лигах для наших мероприятий. Мы поставили президент на скейт, он очень хороший хайпинг. И мы провели наиболее лучшие игры в интернете в истории. Я думаю, что у нас чем-то чемпионов и хайпинг, это будет огромное удовольствие для всех. Но в отличие от того, для того, чтобы получать динамичную лигу, это не то, что они работают против своих игроков в России. Вот так. О чем сейчас Вячеслав Саныч говорил, я хотела бы добавить небольшую реманку. Всего 23 игроков на планете выигрывали все три трофея. Кобуштану, 2 по-лимпийскую мерданику и титул чемпиона мира. Четверо и девять. Шестеро россиян. Из этих шестеро и четверо и девять. Следующий секрет. Следующий вопрос. Леон. Д� in the ТВ и динамич. 1. Мистер Кутчер. 1. Леонавки курина. 1. 2. 5. 6. Обычно, как говорится, это представляет один из самых самых лучших турниров в мире. Есть очень много чемпионов, есть очень стандартный чемпионов, и очень много чемпионов. То есть, чтобы share хоккей историю в Шоще с людьми, это очень круто. Вы можете увидеть олимпианки, вы можете увидеть стандартный чемпионов, вы можете увидеть стандартный чемпионов, Национальный Хockey League, Хockey Hall of Fame, International Hockey Federation thought it would be great to bring the Stanley Cup to share with everybody here in Sochi as well. So it's an addition to the Olympics, obviously, the focus right now for these two weeks is the Olympic Games, but the Stanley Cup is here as well for the fans, for the media, for the former players that have won it as well. What needs to happen in Sochi to convince the NHL to continue? Okay, so first question, maybe I can give you a more detailed answer. If you're going to put the Stanley Cup now in an Olympic Park, you're going to see thousands of thousands of people who came from all over the country to come to Taj, to take a picture, it's so popular. You know, I think this is the big benefit for the NHL, to find new fans for the league, and of course, you know, it's the best hockey players to play in the National Hockey League. That's why probably they're too smart for the NHL to not miss opportunity to bring, you know, it's a trophy here to associate with the Olympic Games. And I think it would be a big upset if the NHL are not going to continue to participate in Olympic Games. I think it's in these games developed the future of the game. I think the stage, how many of it was? One billion people was watching the Olympic final in the hockey, the last two Olympic Games. More than a billion people. You can sell the game worldwide. You know, those countries never been watching the game, but Olympic spirit, you know. The popularity of this game can open the new market for the hockey, for the NHL, for the KHL and all these leagues in Europe. It's my opinion that they're supposed to continue and send the best players from now to the next 100,000 years now. Good morning, I'm New Zealand. I'm the Gouzean Sports. 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 We remember that in October 22nd, you came to a baseball game in Greece, to a football match, that you were in Greece, but it was not your fault. It was a tough time. У меня к вам просьба от многих болельщиков и фанов из Грузии. В Грузии большие традиции хоккея на траве, хоккея шага почти нет. Но просьба к вам. Они просили передать вам, чтобы вы приехали еще раз в этом и более расширенном составе. Тем более сейчас уже другое время. Привезли, если не кубок стерли, то хотя бы копию. И у вас очень тепло, еще более теплее встретят в Грузии. Это просьба очень многих болельщиков. Они мне пишут в последние два дня и просят вас чуть ли не прямо с Олимпиады привезти. Это невозможно, но я думаю, вы меня услышали. Это просьба от всех болельщиков и фанов из Грузии. Спасибо вам. Другие, заливайте ее. Финками и чача будут обязательно. Скажи, как ты нравишься здесь друг другу? Церемония была, конечно, впечатляющей. Атмосфера очень добрая, теплая. В дебинации спортивных двигателей Грузии очень теплые отношения. И вообще друг к другу очень теплые отношения. Это самое главное. Это для американских наших друзей. Кстати, посол Америки подошел... Это не я говорю, это говорит. Посол США в Россию, Майкл Макфул, подошел ко мне. Почему-то он думал, что я там главный тренер не знаю. И сказал, что очень хорошо, что спортсмены Грузии приехали на Олимпиаду. Это было 6 февраля на церемонии поднятия флага в Олимпийской деревне. Спасибо вам. Спасибо. Ну и пару слов, если интересно, что произошло в Грузии. Тогда мы собрали всю делегацию. Я попросил всех ребят поехать. Более гостеприимного приема, чем в то время наши друзья. Много друзей у нас в Грузии было. Мы провели колоссальные три дня. Чаще было много тоже. Самое главное время футбольного матча я сидел рядом с президентом Грузии. Говорили о хороших вещах. И вдруг поток свет на стадионе. Это было вечером. Это Газе его просил. Он боялся проиграть. Ну это отдельный тем. Впечатление, конечно, некий такой коллапс произошел. И срочно ввели президента. В общем, мне показалось, что мы правильно сделали в то время. Приехали и привезли лучших спортсменов страны в Грузии. Получили колоссальное гостеприимство, как обычно. И с большими впечатлениями ждем новых встреч. Поэтому заливайте лед, приедем обязательно. У нас был луганин хоккейс. Помните, вот эта охота Швиля. Он играл в оборотах в ЦСКА в конце 80-х годов, потом распал СССР. Мы научим вас быстро, так что заливайте лед. Вот вам у девушки. Абразила. Да. Прошу. Здравствуйте. Жена Саргавина, информационное агентство БСК Нью-Скитер Казахстан. Во-первых, организаторам действительно огромное спасибо за шикарную информационную программу. Мы запрошу победить кубок стендер и людей в хоккей здесь собрать. Я взяла вопрос от Вячеслава Александровича. Вячеслав Александрович. Понятно, что поднём же дело такое сложное, но наважив тебя в этом году, как в Кубке НХЛ, завоевает кубок стендер. И второе, если позволите, вы очень пристально следите за развитием ААН Кокеи и в странах СНГ, в частности, в Казахстане. Может быть, пару слов о казахстанском хоккейском интерьере. Спасибо.